Главной федеральной темой сегодня стало задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По версии следствия за преступления, совершенные им 15 лет назад, накануне силовики надели наручники на главу региона прямо возле его коттеджа. Особое внимание к происходящему можно объяснить непростой историей губернатора. Якобы его приход к власти не входил в планы Кремля, в рейтингах народной любви хабаровчан ему удавалось обойти даже президента. В этой теме разбирался мой коллега Сергей Григорьев. Ему слово. Да, Ольга, спасибо. Эффект разорвавшейся бомбы никак иначе. Именно так описывают сложившиеся сейчас в Хабаровском крае местные журналисты и жители. Давайте в этой сложной истории по порядку. Сергея Фургала подозревают в организации не одного, а сразу трех убийств 15-летней давности. Следователи считают, что именно так Фургал в середине нулевых разбирался со своими бизнес-конкурентами. Тогда он, кстати, владел фирмой по приему и продаже металлолома. Но так ли неожиданно арестовали Фургала? Папку с расследованием дела давно минувших лет вновь достали с полки полгода назад. Об этом нам говорит задержание бывшего партнера Фургала Николая Местрюкова. Оно произошло минувшей осенью. Вот что нам рассказали хабаровские журналисты. Несколько месяцев назад был задержан давний деловой партнер Сергей Фургала Николай Местрюков. Но то, что задержат губернатора, я думаю, не ожидал абсолютно никто. Действительно, это произвело эффект разорвавшейся бомбы. Очень тяжело поверить в то, что такое происходит. Все последние новости принимают близко к сердцу многие жители региона. Еще бы Фургал сумел завоевать доверие электората, победив на выборах в 2018 году. Да еще и обращу внимание с уверенным отрывом от соперника из Единой России. Почти 70% голосов против 27, пусть и во втором туре. Политические очки Фургал продолжил набирать и будучи уже в кресле губернатора. И как результат, после задержания недавнего в соцсетях огромное количество выступлений за главу региона. Действительно, в социальных сетях очень много сейчас пишут по поводу задержания губернатора. Появляются какие-то мысли по поводу митингов, которые на самом деле никто не согласовывает сейчас. Просто потому, что ситуация с коронавирусом у нас очень сложная остается. Появляются такие проявления предпринимательства. Кто-то предлагает в социальных сетях покупать наклейки с надписями «Свободу Сергея Фургалу». Разберемся, чем занимался Фургал до губернаторства. Итак, 10 лет он занимал кресло депутата Госдумы. Там же он был председателем комитета по охране здоровья. Ранее еще два года был депутатом Хабаровской думы. А в принципе, до того, как пошел в политику, в конце 90-х он занимался бизнесом – черным металлом. Сомнительное прошлое Фургала не раз всплывало в новостной повестке. Но это не смутило лояльный электорат Хабаровского края. Мол, ну кто тут без греха? Чем-то этот путь напоминает историю опального красноярского бизнесмена Анатолия Быкова. Заметьте, оба они занимались металлопромышленностью. И оба после этого пошли во власть. Отличие лишь в том, что Быкову припоминает историю 26-летней давности. А вот дело Фургала посвежее. Ему всего 15 лет. Еще с точки зрения пиара нужно отдать должное пресс-службе губернатора Хабаровского края. Он активно ведет свой инстаграм. Его любят подписчики. И можно сказать, что стратегия пиарщиков Сергея Фургала чем проще, тем лучше сработала. Рейтинг губернатора вырос. И он даже опередил рейтинг главы государства Владимира Путина. Говорят, что в связи с этим Фургал даже был вынужден как-то оправдываться перед полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. В 2018 году Фургал по декларациям заработал чуть меньше 5,5 миллионов рублей. Это, я замечу, уровень депутата Госдумы, не губернатора. Его жена 735 тысяч рублей. Фургал не входит даже в тридцатку богатейших российских губернаторов. И если мы даже еще раз посмотрим на кадры задержания, обратите внимание, его коттедж нельзя назвать богатым дворцом. В общем, не каждый не то что региональный, но даже федеральный политик не может похвастаться таким позитивным электоральным набором, как Фургал. Плюс он принадлежал к какой-никакой оппозиции. На выборы он шел от партии ЛДПР. И, к слову, уже будучи губернатором, добился возвращения прямых выборов глав муниципалитетов. И, к слову, на этих самых выборах снова не победила Единая Россия. И по истечении года его партия, региональное отделение его партии, одерживает триумфальную победу, получает полное большинство. Причем, кстати говоря, получает в ухудшенных условиях, потому что там только треть избиралась по партийным спискам, а две трети избиралась в одномандатных округах. Кандидаты ЛДПР умудрились даже победить в одномандатных округах. А правящая партия вообще получила только третье место в едином округе. Он стал сильным руководителем, сильным нелояльным Москве руководителем. Более того, избравшись в губернаторы сам, он спустя некоторое время оказывает достаточно хорошие результаты на местных выборах, на муниципальных и так далее. И для Москвы очевидно, что они получили на Дальнем Востоке огромный, один из самых больших в России, по-моему, второй после Якутии по площади, протестный регион. И с этим нужно было что-то делать. Но поскольку делать ничего не умеют, решено было сделать вот то, что сделали. Кроме той версии, что фургала наказывают за народную любовь, а точнее ее перетягивание на себя, есть еще один факт. Недавний плебисцит по Конституции России Хабаровский край провел не ахти. И эти данные попали в Кремль. По голосованию за поправки в Конституцию Хабаровский край показал не очень хороший результат, ну ниже среднероссийского, что, ну, в общем, конечно, вызывало раздражение и могло приводить к недовольству со стороны Кремля. Довольно интересно, что события 2004-2005 года получили профессиональное развитие, так сказать, что правосудие пришло за преступниками, грубо говоря, именно в 2020 году. Есть мнение, что вот с этим так называемым Хабаровским феноменом планировали разобраться еще раньше, но не рискнули это делать по причине приближающегося голосования очень важного 1 июля. Это делать было опасно, оставлять регион без руководителя. Сейчас же Сергея Фургала отправили в Москву. К концу недели суд назначит ему меру пресечения, однако президент уже отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Выборы нового губернатора в Хабаровском крае, скорее всего, состоятся уже в сентябре этого года. Я напоследок хочу поделиться интересной статистикой. Отметьте, сейчас в нашей стране осталось всего 11 губернаторов, которые в свое время шли на выборы не от партии «Единая Россия». Мы продолжим следить за развитием этих событий, обязательно все расскажем. На этом у меня все, Ольга.